С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 12 июня. День России. В 1990 году принятая на первом съезде народных депутатов РСФСР декларация о государственном суверенитете стала точкой отчета новой истории страны. Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права. В этот день в 1991 году прошли первые демократические выборы президента, на которых главой подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Через два года установлен праздник День принятия декларации о государственном суверенитете России. День стал выходным. Своё сегодняшнее имя День России праздник обрёл лишь в 2002 году. Сегодня Всемирный день борьбы с детским трудом. В мире насчитывается 215 миллионов детей, которые вынуждены работать. 115 миллионов из них вовлечены в наихудшую форму детского труда, в том числе и в проституцию. У родившихся в этот день, 1898 год, приходит в мир Михаил Кольцов, журналист, писатель, основатель и редактор журналов «Огонёк», «Крокодил» за рубежом. В 20-30-х годах не было в стране более популярного и авторитетного журналиста. Он инициатор зоны отдыха под Москвой, ныне существующий Зеленоград, где работал первым председателем горсовета. Но волна больших репрессий поглотила и его. В 1938-м Кольцов был арестован, а через два года расстрелян. 1924 год – день рождения Джорджа Херберта Уолкера Буша. Джордж Буш стал 41-м президентом Америки в 1989-м, а утвердился как влиятельный человек после того, как служил вице-президентом в администрации Рейгана в течение восьми лет. Главным достижением Буша была организация встречи на высшем уровне в 1991 году с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Внутри страны популярность Буша резко уменьшилась из-за колеблющейся экономики, и после 12 лет республиканского господства Буш проиграл в 1992 году выборы демократу Клинтону. Теперь некоторые события этого дня. В 1606 год начинается крестьянское восстание под предводительством Болотникова. После гибели Лжедмитрия I беглый холоп Болотников организовал собственную армию. При этом он именовал себя воеводой царевича Дмитрия, который якобы остался жив. В октябре 1606 войско осаждает Москву, но 2 декабря терпит поражение и отходит к Калуге. А после поражения под Тулой Болотникова сослали в Каргополь. По легенде, Василий Шуйский пообещал не проливать крови согласившихся сдаться повстанцев. Чтобы формально соблюсти свое обещание, он при устроенных затем расправах над восставшими использовал бескромный способ казни через утопление. 1648 год. В Москве начинается соляной бунт. Правительство заменило прямые налоги косвенными, заложив их в стоимость товаров. Результат – резкое подорожание и прежде всего соли. В то время она была единственным консервантом для длительного хранения. Бесчинство толпы продолжались несколько дней. Были убиты несколько чиновников. Зачинщиков схватили и казнили. 12 июня выходит специальный царский указ, который отсрочил взимание недоимок и тем самым снял напряжение. 1849 год. Противогаз патентуется Льюисом Хаслетом. Первый же в мире фильтрующий угольный противогаз был изобретен нашим русским ученым Николаем Зелинским в 1915 году. Он принят на вооружение армии Антанты в 16-м. Основным сорбирующим материалом в нем был активированный уголь. В 1918 году группа большевиков в Перми явилась в гостиницу и насильно увезла с собой великого князя Михаила Романова. В ночь на 13 июня без объявления приговора он убит. Фактически это был расстрел последнего русского императора, ибо именно в его пользу отрекся Николай II. Таким образом Михаил процарствовал с 10 до 18 часов 16 марта 1917 года до собственного отречения. Стоит отметить, что династия царей Романовых начиналась тоже с Михаила. 1929 год. В Москве идет второй съезд новой организации, который собирает 1200 делегатов и дает само название организации «Союз воинствующих безбожников». С речами на съезде выступили Бухарин, Луначарский, Горький, Демьян Бедный, Владимир Маяковский. На съезде произошло оформление детского безбожного движения в организацию юных воинствующих безбожников. Организация растворится в истории с началом Великой Отечественной войны. 1965 год. В Англии объявляется о награждении членов группы Битлз орденами Британской империи за выдающиеся заслуги в области культуры и вклад в экспорт национальной продукции. Вручение наград пройдет в октябре того же года. 1991 год. По итогам референдума среди жителей города Ленинграду возвращается первоначальное название Санкт-Петербург. В ходе проведенного в этот день опроса почти 55 процентов участвовавших в нем горожан высказываются за возвращение городу его первоначального названия. Главный инициатор, который сыграл решающую роль в возвращении городу его первоначального названия, мэр города Анатолий Собчак. В 1994 году проходит первый четырехчасовой испытательный полет американского пассажирского самолета Boeing 3-7, стартовавшего с заводского аэродрома в городе Эверетт, штат Вашингтон. С этого момента фирма начинает самую крупную серию летных испытаний в своей 80-летней истории. Девять Boeing испытывали двигатели разных фирм. Подошли все три. Серийное производство нового самолета, нового суперлайнера начинается в 95-м. Кстати, экипажи Boeing состоят всего из двух человек – командира и второго пилота. Контроль за всеми системами обеспечивает двойной страхующий компьютер. Дальность полета Boeing 777 без дозаправки 7340 километров. Ну и последнее. В 1963 году в Нью-Йорке проходит премьера фильма признанного мэтра Голливуда Джозефа Манкевича «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. Тейлор снималась за сумасшедший гонорар – миллион долларов. Тех долларов. Бюджет фильма тоже рекордный – 44 миллиона. А еще во время съемок между Бертоном и Тейлор начинается страстный роман, который обе звезды то прекращали, то начинали заново, о чем очень быстро узнала пресса. У Бертона имелось пристрастие к алкоголю, у Тейлор – к алкоголю и медицинским препаратам, назовем их так. И еще по слухам, как минимум однажды она стала жертвой склонности Бертона к рукоприкладству, даже попала в больницу. В 1964-м они поженились, 10 лет спустя развелись, через год вновь связали себя узами брака и опять развелись через год. Веселуха! За это время они сыграли вдвоем в 11 картинах. Ну а что Клеопатра? Никто из тех, кто участвовал в создании фильма, не был доволен результатом. Элизабет Тейлор называла его вулигарным. Режиссер описал Клеопатру точнее всех. Этот фильм был зачат в спешке, снимался в истерике и был закончен в слепой панике. Иногда, чтобы реальная жизнь стала похожей на сценарий фильма, надо снять большое и дорогое кино на историческую тему. Как говорится, вся жизнь игра, а мы актеры. А кто не актер, тот актриса. Элизабет Тейлор. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.